Резкий рост подростковой преступности зафиксировала региональная ОМВД в минувшем году. Среди причин коронавирус, когда из-за удаленной учебы и закрытых загородных лагерей у детей появилось много свободного времени. Однако есть и целый ряд других факторов, объясняющих эту статистику. Обо всем этом журналистам рассказали на пресс-конференции, прошедшей на площади мира. В течение 2020 года количество краж, совершенных подростками, выросло на 28, а угонов на 35%. Анализируя это, полиция приводит целый ряд причин. Во-первых, коронавирус, когда из-за удаленки и позднего открытия загородных лагерей дети оказались, по сути, на улице. Кроме того, по словам полицейских, они просто стали чаще выявлять преступления, например, совершенные на сексуальной почве. Всегда были эти преступления. Очень много таких преступлений выявляется иногда даже случайно, когда в ходе разговора ребенок, даже сам не понимая, выдает такую информацию. Правильное взаимодействие, подход, разговор с ребенком, что позволяет разговорить и выявить. Кроме того, росту статистики помогают и современные технологии. Ведь значительная часть преступлений, совершенных подростками, это кражи из супермаркетов, которые в последнее время растут как грибы после дождя. При этом, таская втихаря шоколадку или сок, дети совершенно забывают про камеры наблюдения. Везде сейчас установлена камера видеонаблюдения. Даже если не сразу увидели, когда там кража совершена, то при просмотре камеры видеонаблюдения через неделю, через несколько, даже больше времени. Эта информация в наш адрес поступает, отождествляем лица все-таки, ну, устанавливаем. Причин, по которым подростки идут на преступление, тоже не одна. В частности, важным фактором является недостаточное внимание со стороны родителей. В итоге подросток, которого, как того же Буратино, когда папа Карл воспитывает, а когда никто, плохо представляет себе всю степень ответственности. Те же шоколадки, были и факты совершения алкогольной продукции. Часть на слабо, часть ради интереса, что будет, не задумываясь о последствиях. Часть просто, ну, вот, хулиганство какое-то и спор. Особо участники пресс-конференции отметили, что инспекторы по делам несовершеннолетних работают в тесной связке с участковыми. В последнем, в современных условиях, нести службу очень непросто. Нереально, как это раньше полагалось, обойти каждую квартиру в современной высотке, в которой могут проживать до тысячи семей. Здесь на помощь полиции снова приходит современная технология. На сайте УМВД фотография каждого участкового, его рабочий телефон. Каждый участковый сегодня обеспечен телефонным сотовой связи с рабочим номером. Правильно, там есть номер телефона, часы приема. Правда, в реальности на сайте не у всех участковых указаны номера именно сотовых телефонов. Да и не всегда, если в разгаре ссоры с соседом, есть возможность зайти на портал УМВД. Поэтому проще по телефону 02 или 112 вызвать обычный наряд ППС. А уж он-то затем и пришлет участкового на место конфликта. Продолжение следует... Продолжение следует...